Почему мужчины, как правило, зарабатывают больше, чем женщины? Почему уставшими с работы мы приходим вместе, а ужин – это моя зона ответственности? Стоит ли мне потеть в спортзале, если пара лишних килограмм мне совсем не мешает? В Международный день женщин будем говорить, конечно же, о женщинах. Меня зовут Наталья Богданова и вы смотрите пятничный выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. Встречаем первых гостей. Анна Моджина похудела на 46 килограмм. Уверена, что у спортивной женщины больше шансов стать счастливой. Наталья Толмачева, директор благотворительного фонда «Наши дети-56». Считают, что нужно быть любимой женщиной для своего мужчины, настоящим другом, для ребенка и заботливой дочерью для своих родителей. Привет, Анна. Привет, Наталья. Очень рада, что вы сегодня в праздник смогли выбраться к нам в студию. Будем говорить, конечно, о женщинах, ведь сегодня 8 марта. Аня, расскажи, вот для тебя этот праздник вообще что означает, как обычно празднуешь, какие планы, может быть, на вечер или же с утра все поздравления закончились? Мне кажется, по моему внешнему виду, единственное видно, что мой праздник проходит в тренажерном зале. Это моя работа, где меня поздравляют мои любимые клиенты, где я кайфую, наслаждаюсь, радуюсь. То есть даже вот в красный день календаря тренировки по расписанию не пропускаем? Есть, естественно, конечно же. Ну, потому что все девушки хотят быть красивыми, а в этот день, мне кажется, отметить их красоту – это особенно важный момент. Хорошая традиция. Наташа, у тебя какие традиции? Может быть, семейные или с подружками куда-то выбираете вечер? Нет, традиции нет. У меня также это рабочий день. Большая благотворительная акция идет в эти дни в городе, и приходится рабочий день тратить на работу, на помощь. Но моей мальчишке, двое сыновей и мужа делают мне большой сюрприз, поэтому я думаю вечером, что мы в любом случае отметим заслуженный этот день. С одной стороны, кажется, даже грустно, как будто бы, потому что такие обыденные дела, но с другой стороны, если они приносят удовольствие, то почему бы и нет? Я предлагаю встречать оставшихся наших гостей. Олеся Чайка. Психолог. Утверждает, что может прокачать вашу самооценку за 24 часа. Считает, что каждая женщина уникальна. Елена Липкинт. Руководитель агентства по выстраиванию личного бренда «Либер». Считает, что женщины – само совершенство, а оренбургские – еще и самые красивые. Елена, Олеся, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вот отлично, что с цветами, потому что настроение уже абсолютно весеннее и тюльпаны, мне кажется, очень кстати. Говорим сегодня про 8 марта, про женщины. Мне кажется, что частое такое пожелание женщинам на все праздники, в том числе на 8 марта, это там любви, здоровье всего на свете и успеха. Вот успешная женщина. Мне кажется, что все, кто здесь собрались, можно без преуменьшения назвать успешными. Вот по вашему мнению, все-таки успешная женщина – это какая женщина? Очень приятно всех с наступающим праздником, всем всего, чего сами хотят себе пожелать, но и прежде всего – это успех. Для меня вот слово «успех» – это какое-то особенное, потому что у меня от этого слова аж мурашки по коже. Не скрываю, да, наш семейный бизнес – это торговый дом «Успех», и название тоже родилось не случайно, просто потому что я всегда горела этой темой успеха. Мне были очень интересны биографии людей. Мне всегда было интересно, что, благодаря чему или наоборот, вопреки чему, человек становится успешным. Самое главное, когда человек сам для себя выстраивает это определение успеха, потому что кому-то, не знаю, фермеру, хочется быть в деревне, в глуши, в тиши, а кому-то, вот вам, например, я думаю, уже не представляется жизнь без вот этих софитов, телекамер, объективов и так далее. Для меня успех – это прежде всего удовольствие. Получать удовольствие от всего, что я делаю, что я вижу, чем я дышу, с кем я общаюсь. И я стараюсь, чтобы жизнь приносила мне максимум удовольствия. То, о чем мы говорим, все-таки так или иначе связано немного с профессией, с личным делом. Среди нас, дам, есть те, кто считает, что успешной женщиной может быть совершенно не владение какой профессии, а просто находясь дома, со своей семьей, воспитывая своих детей. Я считаю, однозначно. Просто в продолжении темы Елены, всем доброго дня, всех с праздником. Я хочу сказать о том, что лично мое мнение, что у каждой женщины, рожденной на этой земле, есть потенциал огромный. И именно она индивидуальна лишь только в том, что ей дано от природы. Вопрос лишь только в том, что раскрыла она это, нашла ли она себя или нет. Успех будет зависеть лишь только от того, что если она себя нашла, она будет делать это с удовольствием, с радостью. Как и Елена говорит о том, что она будет этим жить. И если эта женщина находится дома, дарит себя детям, своему мужу, своему быту, это тоже и есть. Это ее потенциал. И ради бога. Здорово. И потом он может быть на этом периоде жизни. И она живет так, потому что вкладывается целиком в детей. Когда-то я тоже была беременной, кормящей, беременной, кормящей, беременной, кормящей четыре раза. И сидела дома, да, и... Вот можно аплодисментовать здесь у меня как-то. И все равно чувствовали себя абсолютно успешной женщиной. Мне кажется, что это здорово, да, вне зависимости от того, где достигать этого успеха. Но вот сейчас, наверное, вопрос больше к Анне и к Наталье, связанный с вашей, наверное, профессиональной деятельностью. Что делать, если женщина оказывается в какой-то трудной ситуации и чувствует себя вот несчастной, абсолютно неуспешной. И вот как с этим бороться? Я так понимаю, что все смотрят на меня. Ответ неоднозначный, потому что это все-таки зависит от внутреннего состояния. В том смысле, как она видит пути решения самостоятельно. Кто-то ко мне приходит в тренажерный зал, я фитнес-инструктор. И говорит, Аня, я чувствую себя толстой, страшной, никому не нужной, от меня ушел муж, ребенок меня не любит и так далее. Ну, то есть у каждой женщины свои проблемы. Но так или иначе, мое решение всегда есть. Занимайтесь спортом. Это как в рекламе. Но как бы это ни звучало, в тренажерном зале можно и отвести душу, и порадоваться. Туда приходят люди, которые имеют какие-то определенные, единые с тобой цели. Изменить себя, найти людей, которые будут мыслить в том же направлении. Это очень круто. Серьезно. Потому что в 21 веке, на самом деле, вот сейчас я молодое поколение, мне 23 года. Я смотрю на молодых парней и девушек, которые сидят, курят, пьют около подъезда, ругаются матом. А я иду из зала в 10 часов вечера со своей сумкой и понимаю, что моя жизнь прекрасна. И я сильная, независимая, любимая и любимая. К теме спорта обязательно вернемся, но немножко попозже. Сейчас хотелось бы дать слово Наталье, потому что в вашей практике встречаются женщины, которым бывает почувствовать себя счастливыми и испытать даже какую-то радость недостаточно, только чтобы приложить собственные усилия. Расскажите, что вот приходится вам делать, когда приходит женщина, которая чувствует себя абсолютно несчастной? Помогать ей. Что делать? В моей практике какие женщины? То есть какая проблема первая? То, что женщина, она, во-первых, не может принять эту ситуацию. То есть если у женщины тяжелый, больной ребенок, да, нужно принять, во-первых, эту ситуацию и к своему ребенку не относиться как к инвалиду. Нельзя так относиться. Относиться нужно так, как он обычный ребенок, и полностью создавать ему все такие условия, как к обычному ребенку. Не нужно делить и не нужно его жалеть. Нужно делать и предоставлять по возможности все то, что необходимо для развития, как и физического, так и интеллектуального, да. И здесь как раз-таки наша задача – помочь ей, да, там, финансово, психологически, направить, может быть, к какому-то специалисту, чтобы вот в системе мы вот ее так раз взяли к себе и направили. Важно здесь ее не оставлять один на один со своей бедой, да, а вот именно вот протянуть вовремя руку помощи, да, вот этой женщине и помочь ей. И там уже она потихонечку будет как раз-таки расцветать, да. И насколько вот, да, часто получается вам оказать вот вовремя своевременную, так скажем, поддержку, помощь, чтобы женщина действительно вот поменялась, чтобы она из состояния какой-то апатии, там, несчастья, перешла вот в противоположное совершенно. И насколько вот для вас радостно это видеть и чувствовать, что все-таки вы сделали такое дело? Ну, так как мы не только занимаемся, да, сбором денег, опять-таки, чтобы помочь вот маме с больным ребенком, да, спасти, здесь очень важно делать социализацию этой мамочки, очень важно, очень большой вакуум в общении этих родителей. Они очень востребованы в том плане, что вот собраться, посидеть и вот так попить чай, как мы вместе с вами сейчас сидим, просто поговорить не о реабилитациях своих детей, а о том, что происходит за окном. Вот это важно. И мы как раз-таки делаем такие проекты у себя в фонде, да, как раз-таки на, там, мамин день, например, да, который будет в ближайшее время, там, особая семья, любящая семья, когда мы даем возможность, опять-таки, благодаря партнерским отношениям предоставлять различные площадки, где мама может раскрыться, где мама может социализироваться. Это очень здорово просто. Это важно, потому что, опять-таки, диалог с мамой показывает, что дайте нам вот воздухоглоток, дайте покажите нам немножко другую жизнь. И, опять же, у каждой мамы тоже своя история, в каждой семье есть свои традиции. Лизина, мне кажется, вот вам стоит дать сейчас слово как психологу. Я хочу сказать о том, что я очень вас поддерживаю. На самом деле, это огромный труд, и это очень тяжелая работа. И если это есть у нас в городе, это просто 100 баллов. У меня сестренка родная, инвалид детства, первой группы. Она недееспособная, она живет со мной. И я знаю, что это такое, когда она, у нас с ней разница 10 лет, и я всегда к ней относилась как к здоровому ребенку. Она очень много умеет благодаря этому. Никогда не было озвучено то, что она какая-то не такая или с ней что-то не так. То есть она абсолютно может за собой ухаживать, но не умеет читать и писать. Она спокойно остается дома одна уже, взрослая довольно-таки, но живет со мной. Поэтому от меня, вот как от профессионала, к вам низкий поклон. Мне к вам, потому что большую, вернее, вы работу проделали, что девочка социализирована в том плане, что бытовые навыки, она умеет себя обслуживать. Это большой труд, что вы научили ему это делать. За вами по ухаживанию чайной лиси. Это очень большой труд. Опять же, ваш адрес, что вы научили ее за собой ухаживать. В целом, если говорить о практике психолога, есть ли какие-то проблемы, обращения, которые типично женские, или, может быть, не типично, а вот, как правило, с ними к вам приходят женщины, и они чем-то похожи, самые распространенные, например? Да, конечно, есть. Какие это? Есть, понимаете, типажи просто, вот, стандартное поведение, смотря на каком уровне человек застрял, эмоционально я имею в виду, и прямо вот шаблонное поведение, то есть то-то, то-то, то-то. Прям даже по словам можно, я могу определить, на каком этапе человек находится, что с ним происходит, какую методику я могу принять для того, чтобы ей помочь. И я считаю, что вот просто с инвалидами это очень огромная работа, и именно мамам нужно помогать, именно родителям нужно помогать в этом плане, чтобы они не погружали себя и не погружали своих детей еще в уныние какое-то, а именно поднимали, и много инвалидов добиваются успехов, согласитесь. Несмотря на то, что мы все, кажется, успешно делаем свою работу и считаем себя вполне себе там состоявшимися успешными дамами, я думаю, что никто не будет отрицать, что есть огромное количество людей, и представителей мужского пола, которые, в принципе, не могут адекватно, наверное, и серьезно воспринять женщину как, не то чтобы как личность, а как вот человека, например, в своей профессиональной сфере, или даже, например, женщина за рулем. О чем вы говорите? Это же женщина за рулем. Вот и какие-то такие дополнительные стереотипы. Приходится ли вам в своей жизни с ними сталкиваться? И как вообще к этому относитесь? Я сразу хочу, тем более в преддверии женского праздника, заступиться за всех мужчин, потому что в основной своей массе наши мужчины самые обаятельные, привлекательные, очаровательные. Самое главное, они настоящие мужчины. А отдельно взятые, конечно, экземпляры, они встречаются. Сегодня, когда я сюда ехала, я не сразу поняла, куда мне зарулить, когда я там как-то разворачивала, старалась аккуратно. Вот если бы мужчина там вдруг резко завернул, это было бы нормально. А когда блондинку за рулем, наверное, я поймала какие-то косы. Еще и по телефону. Я хочу сказать то, что, да, в основной своей массе мужчины успешные, они никогда не будут относиться к женщине как к блондинке или брюнетке. То есть они не делят. Если женщина чего-то добилась, значит, она чего-то стоит. Значит, она это своим трудом делала. Когда мужчина начинает говорить или осуждать блондинкой и так далее, то есть, ну, это моя профессия, простите уж меня, да, я просто считаю, что, ну, что-то с ним не то происходит с его самооценкой, и он не уверен в себе. Ну, есть, мне кажется, еще такие моменты, как дискриминация женщин. То есть это не когда мнение какого-то отдельного конкретного человека, когда, в принципе, женщине объективно приходится сталкиваться с какими-то трудностями, проблемами, потому что она женщина. Вам приходилось что-то, может быть, не на своем опыте, а, например, вот, Наталья, на опыте ваших подопечных, ваших семей, мамочек, которые к вам обращаются, опять же, мать, ребенка с трудностями. Это же барьер на пути любой, наверное, успешной работе. Или все-таки нет? И потом, наверное, обращаются случаи жестокого, да, обращения? Да, есть. Ну, опять же, тут бывают разные моменты, к сожалению. Бывает и женщины жестокие к своим детям. Бывает. И есть, например, пример семьи, недавно, наш последний случай, когда папа многодетный, шесть детей, приехали из деревни, жена умерла от онкологии, но он делает все ради своих детей. Не только их прокармливает, но он заинтересован их в развитии, да, и мы, конечно, поддержали эту семью и помогли им. В любом случае, я скажу, что женщины сильнее по своей специфике, я не знаю, не физически, а именно по воле, характеру, да, по силу. Потому что те случаи, которые происходят в семьях, и происходит такая история, что ребенок инвалид, зачастую многие мужчины не справляются и уходят. И оставляют маму одну решать свои проблемы. И тогда она зубы стиснула и вперед, и поперла, как локомотив. Какая тут женственность? То есть в этом плане говорить все-таки, что женщина представитель слабого пола неактуальна? Нельзя, нельзя, неактуальна. К сожалению, здесь мужчина выступает в роли слабого пола, да, как бы грустно не звучало. И снимает с себя ответственность. Это все-таки замечательно, что женщина находит в себе силы и преодолевает трудности. Но все-таки вот если возвращаться к случаям дискриминации, мне кажется, что говорить об этом сейчас актуально. Потому что я учусь в университете, и буквально недавно от своей преподавательницы слышала такое, наверное, возмущение даже, что она была на собеседовании на работу в госструктуру. И, то есть, помимо там вопросов о профессиональных компетенциях, о личностных каких-то качествах, девушку вот спросили, ну, может быть, не совсем в грубой форме, но мне кажется, что она немного даже неадекватная. А рожать-то вы собираетесь? Ну, это большинство случаев, да. Мне кажется, что, может быть, кто-то воспринимает это нормальным вопросом, но мне кажется, что это совершенно абсолютно не так. У вас были какие-то, может быть, ситуации, и что нужно делать, чтобы вот в обществе такого не случалось, чтобы женщина могла абсолютно на равных правах приходить на работу, устраиваться на работу, может быть, с конкурентом мужчины и побеждать его вне зависимости от того, что ей придется уйти в декрет, может быть. Наверное, тоже от персоны зависит. То есть, если женщина ценный профессионал, любой работодатель перетерпит время декретного отпуска, тем более сейчас настолько все онлайн-офлайн переплетено, что уже вообще необязательно присутствует. Мы могли бы сейчас все включиться и тоже провести не менее приятную беседу. И мне вот больше видится проблема, в которую, наверное, Россия может скатиться, в том плане, что граница открыта, да, мы смотрим, как где. Я являюсь членом Координационного совета Общероссийской общественной организации, Национальной родительской ассоциации. И наш исполнительный директор вот сейчас прямо в командировке был, пролехал по некоторым странам Европы. А это женщина, молодая женщина. У нее был тяжелый чемодан. Она говорит, как вы думаете, с чем я столкнулась? Это даже ее в фейсбуке прямо. Никто не помог поднести чемодан? Как это называется у них? Границы, наверное, ты переходишь? Или как это? Какой-то унес секс в отношениях? А может быть, это и правильно? Потому что мне кажется, что нередко современные женщины говорят о том, что мы абсолютно равны, не нужно давать какую-то скидку женщинам или абсолютно оценивать их совершенно одинаково, адекватно. Может быть, есть среди нас те, кто считает, что в принципе вот женщины и мужчины нет такого, что, например, ты должен подавать руку даме, и это уже изжило себя. Нет, это не изжило. Потому что в любом случае мы уже своих детях воспитываем. Это же потом вернется к нам, что как будет сын относиться к маме, к бабушке. И потом опять же вот эта пресловутая кружка воды, стакан воды в старости. Поэтому я думаю, что здесь нужно с детства опять-таки пропагандировать вот эти семейные ценности, что все-таки там мужчина-добытчик, он защитник своей семьи, правильно, и нужно в мальчиках там это все-таки воспитывать и помогать. Я, например, вижу и чувствую с собой рядом мужчину именно такого. Ну, я не понимаю, как можно женщине, самой мужчине открывать дверь. Ну, для меня это просто непонятно. Если ты себя ценишь и уважаешь, то и мужчина к тебе так относится. Если ты своего сына в таком же духе воспитываешь, то, соответственно, он будет так относиться к своей жене. А где спокойствие родителей, когда тогда, когда ты видишь, что твой ребенок образован, он может за собой ухаживать и за своей семьей, только тогда сердце матери и отца будет спокойно. Ну, согласитесь, как можно вообще вычеркнуть этих женщин, которые производят детей на свет, из жизни вычеркнуть, они что, они люди. И у меня сотрудница, для меня очень ценная, которая отпустила я только на пять дней на время родов. Она работает на дому, но она выполняет столько работы. Ребенок с ней рядом. Она не выпала из жизни, она все время в движении, она чувствует себя великолепно, шикарно выглядит и для мужа, и для ребенка своего, и для меня как сотрудник ценный. Поэтому я считаю, что это опять же таки менталитет человека, который говорит, рожать-то вы будете? Буду. Потому что я женщина, и в первую очередь я хочу реализовать себя как мама. Вот от Натальи такая фраза прозвучала, что стоит своим детям вкладывать и продолжать эту традицию, что мужчина добытчик. Стоит ли придерживаться этой традиции до сих пор, в те времена, когда мы говорим, что женщина и мужчина абсолютно на равных работают, зарабатывают деньги, мы хотим, чтобы не было дискриминации, хотим достойную работу. Добытчик ли мужчина? Или это все-таки не факт, и абсолютно равенство, и совершенно естественно, когда женщина зарабатывает большая, ну что думаете? Боюсь, меня сейчас полетят камни. Но я, конечно, за равенство, и мне кажется, что добытчик – это вот уже прошлый век, который отодвинулся. Я тоже ни в коем случае не придерживаюсь того правила, что мы должны открывать мужчине своему дверь или еще что-то. Но я за здравый смысл. Если он идет с тяжелыми сумками, а я иду и машу руками счастливая, с улыбкой на лице, почему бы я не открою ему дверь и не пропущу его? Поэтому я все-таки за здравый смысл в отношениях, и сейчас мы находимся в 21 веке, в тот момент, когда все-таки женщины уже становятся самодостаточными, когда, в принципе, априори, если рядом с ней недостойный мужчина, то он ей, в принципе, не нужен. Она пойдет дальше с высоко поднятой головой. Я придерживаюсь этой позиции. Может быть, неправильно, может быть, это детский максимализм где-то во мне еще играет, но, тем не менее, мой муж... Я счастлива, что я вышла за настоящего мужчину замуж, а не за мальчика. Ну, я бы, вот, Анечка, хочу сказать о том, что если мы будем на равных с мужчиной зарабатывать, мужчину все равно добычек. Хотим мы этого... Нет, это не прошлый век. Это просто психология мужчины. Если мы не будем давать женщине возможность быть им сильными, мы просто потеряем мужчин. Я соглашусь, я соглашусь, но я смотрю на это немножко под другим углом, под тем углом, что если даже я зарабатываю больше, то у него есть какой-то стимул зарабатывать и стремиться, и продолжать не стоять на месте, сложить ручки. Может быть, так, и мне повезло со своим мужем, который стремится, развивается, и не сидит на месте, и не остановился. Вот просто такой маленький пример из того, как я воспитываю детей. У меня девочка, 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 и, наконец, мальчик. И мы в каждого ребенка, конечно же, вкладываем возможность, максимальных возможностей, чтобы все учились, получали образование, посещали все, что возможно, сделали свой жизненный выбор. Но при этом, если дочка получает плохую оценку, я говорю, ну ладно, у тебя есть возможность удачно выйти замуж. Да-да-да. А если правильно, то я говорю, спрос строжи. Но если что, у тебя нет возможности выйти замуж. То есть идет к маме. То есть девочка все-таки должна понимать, что она должна уметь принимать, и Олеся, наверное, меня поддержит, да, от мужчины тоже этот поток, быть слабой, мягкой. Все-таки мужчина должен, вне зависимости от уровня заработной платы, и какой бы я сильно ни была и успешной, дома все-таки где-то, ну, нужно схитрить, да? Дома банок я не открою. Хотя на работе могу, и не такое. К вопросу как раз о воспитании, о том, что можешь удачно выйти замуж. Не страшит ли это того, что мы будем продолжать, так скажем, традицию веяния того, что женщины часто воспринимают как, да это там Марина, жена этого мужчины, как у вас там, да, Вася. Это не просто Марина, которая сама по себе уже личность, сама по себе интересна, а это Марина, жена чья-то. Мне кажется, что это на самом деле грустно. Я бы, например, не хотела, чтобы меня воспринимали как Наталью, чью-то жену. Нет здесь таких опасений насчет, вот, например, детей, которых уже мы воспитываем или будем воспитывать. Здесь, опять же, хитрая женщина, когда эта женщина скажет, да, я Марина при Васе, но при этом эта Марина и шея является, и направляет, и сама делает себя, да, ставит на такую позицию, что с этим мужчиной, а ведь он не случайно столько-столько-много лет с ней, именно потому что она такая. И когда они в обществе, да, в определенном, или, там, я не знаю, какие-то моменты, потому что бы детей куда-то направить, он понимает, что даже тот же отпуск организовать Марина должна столько знать, понимать, уметь и сделать для мужчины такого статуса. А не муж ли это Марины? Ну, все-таки, мне кажется, как правило, воспринимается именно так, да, Марина уходит в тени, несмотря на то, что она прекрасно организовала отпуск, несмотря на то, что она приготовила отличный ужин и вообще на работе справляется со своими обязанностями, ну, ура. Вот, например, Анна, Вы девушка в городе, мне кажется, достаточно знаменитая среди молодежи, потому что у Вас свой блог, достаточно популярный, и было бы Вам неприятно, грустно, обидно, если бы Вас называли Анной, женой. Вот чаще говорят, о, это муж Моджиной. Да, да, да. Все-таки за то, чтобы в семейных отношениях, не в зависимости друг от друга, они оба были личностями. Вот опять я знаю, что, возможно, полетят камни, но я выскажу все-таки свое мнение. Я не хочу, как все мамочки, которые ушли в декрет с жирным хвостиком, стоять у плиты и готовить борщ. Еще и нянчиться и ждать, когда же мой любимый муж придет и хоть на три минутки возьмет нашего общего ребенка, с которым я провожу почти целый день. Но суть даже не в этом. Я... Мы почему сейчас не торопимся с детьми? Вот мне 23 года, раньше же заводили детей, вышла замуж, родила, ждем, растим, школа, садик. Уже, наверное, вопросы были однозначно, а почему вы до сих пор еще не родили? Да, да, и я всем отвечаю, что пока не время, потому что для меня, может быть, это глупо, но для меня важно самореализоваться. Не в том плане, что заработать больше денег, купить 8 квартир, машину, сразу купить путевки на море. Нет, не в этом смысле, а то есть быть эмоционально готовой, то есть созреть полностью, чтобы это не было так, что вот я родила, и из-за тебя моя жизнь сломалась. Или вот если бы я не родила, то все бы было по-другому. Есть те, кто считают, что, в принципе, позиция другая и... Нет, я ее поддерживаю, почему? Потому что очень правильно, что она к вопросу материнства подходит очень так, рационально. Серьезно? Потому что, опять же, по моей практике, да, когда очень много малышей подказных попадают в больницу, это зачастую почему происходит? Она вышла, не готовая, ее поманили пальчиком, дали конфетку. Что мы имеем? Ребенка, да, то есть условий никаких, средств существования никаких. А вот я со всеми с вами согласна, но вы так серьезно подходите к этой теме, что, может быть, немножко можно и упросить. Да, конечно. Ну вот просто любовь, чувство, ребенок, потому что ребенок, ну уж в 21 веке, я повторю, он точно не мешает, вот как Олеся сказала, да, у нее есть сотрудница, потому что есть памперсы. Она взяла в люльку, в конце концов там приехала, подписала какой-то документ, все остальное на расстоянии. То есть все-таки можно родить ребенка, а срочно смело бы рожать ребенка. Есть условия, если есть. 17 лет, и все мои четверо детей от одного мужа. Я могу сказать, что да, может быть, рано, но мне это не помешало абсолютно ни в чем. Я просто увидела, выбрала, да, свою дальнейшую жизнь и так далее, и так далее. Я не помню, чтобы я в каком-то моменте засомневалась. Я заняла себя на два года вот ребенком, но зато ребенку этому так повезло, как никому из моих остальных. Во-первых, у него молодая мама-подружка. Во-вторых, когда она была маленькая, и Барби только появлялись, а в моем детстве их не было, мы играли с ней вот просто с утра и до ночи. Мама, да, я не могу. Да, и потом как бы я все успела, и когда я вышла получать диплом, вела ее за руку, преподаватели даже не знали, что, потому что я никогда не прикрывалась ребенком. Не помешала, наоборот, она стала стимулом. Свою дочь я не тороплю, хотя она уже в твоем возрасте. Не тороплю, и она тоже давно замужем, у нее такое решение, я его принимаю полностью, согласна. Но, милые девочки, если у кого-то вот любовь любовная, весна, и человек тот, с которым можно и нужно, не бойтесь, рожайте, рожайте любви, не ждите, когда. Почему эти две позиции уживаются? Интересная мысль от Натальи прозвучала, потому что там рожать в 18 и саморазвиваться продолжать можно только, когда есть условия. Так считаете, Наташа, я так понимаю? Ну, условия какие, понимаете, сейчас, если опять же вернуться к опросам, к этим малышам бедным, почему у нас так, к сожалению, там появилось их большее количество? Потому что есть вот эта поддержка со стороны органов власти, да, то есть там многодетная семья, там за третьего ребенка даем, за второго даем, и деревня, где нищета. Они рожают, а когда ты приходишь в этот дом, там земляные полы есть, извините, нечего. Конечно, Наташа, это категория особая, которой занимаешься. Да, то есть, все равно надо готовиться. Конечно. И понимать, что есть поддержка там мамы, бабушки, мужа. Национальная родительская ассоциация, да, опять же, которую я представляю, она как раз об этом и говорит, что у нас нет просветительской работы с родительской общественностью. И мы ставили перед президентом этот вопрос, и должно это активизироваться. Но, к сожалению, не на том уровне, вот Аляси знает эту проблему, мы проговаривали о том, что должны быть сильные психологи, чтобы работать с родителями. Специалисты кадров. Илась, вот так, рассказали там на 10-15 минут. А может быть, родители, они бы и не пошли в эти центры, потому что если ты не видишь реальную угрозу, если ты уже не обозначил для себя какие-то эти признаки того, что твой ребенок в какой-то ситуации. Да, мне кажется, может, это вопрос. Идет, нужно прийти на эти родительские собрания, нужно вытаскивать заинтересованность. С родителями нужно работать, тем более сейчас. Почему? Потому что сейчас родители 90-х. Это родители, да, которые выросли и привели сейчас своих детей в школу. У них маленькие дети, они воспитывают. А в то время перехода от одного строя к другому все это провисало. Еще у меня был вопрос, можно ли совместить в реалиях 21 века успешную женщину и многодетную мать. Но пообщавшись сегодня с вами, я думаю, что вопрос отпал. Просто задавать его нет смысла. Поэтому остается не так много времени. Хотелось бы поговорить, наверное, о таких женских болях. Вот как раз с этой позиции, с этого вопроса я начала эфир, когда вас еще не было, когда я только приветствовала телезрителя. Почему складывается такая позиция, что женщина, которая также работает, как и мужчина, которая также приходит в 6-7 вечера уставшая после работы, после какого-то отчета, доклада, и ужин – это ее зона ответственности? Или вы не согласитесь со мной, в ваших семьях не так? Не так. По этому поводу, какая разница, кто приготовил ужин, у нас вообще такого нет. Я вчера проводила тренинг авокадо, все, наверное, уже знают, и пришла домой уже в 11 часов, начало 12-го. Ребенок был накормлен, спал, я покушала спокойно, вообще. Это вы можете себе позволить вот несколько раз в неделю, или, в принципе, если это будет продолжаться достаточно длительное время, то ваш муж вам вот абсолютно ничего против не скажет? Нет. Есть у кого-то иная ситуация, кто… Аналогичная. Аналогичная. То есть, вот все, кто сегодня у нас здесь в гостях, всем повезло. Это нужно, то есть, когда ты выходишь замуж, да, то есть ты в любом случае выбираешь партнера под себя, ну, так скажем, да, и есть ситуация, что это не страшно, всегда можно договориться, сесть. То есть, и в любом случае, какие-то делегирования, да, делегирования, там, обязательства, что мужчина лучше даже готовит порой, чем женщина партнера. Однозначно. Если не хорошо получается, почему бы, если этому нравится, пускай он это… Что мы можем посоветовать сегодня нашим телезрительницам, дамам, у которых вот традиционно такая патриархальная семья, где женщина должна все делать и стоять у плиты, даже если она устала после работы, а мужчина, в принципе, может посмотреть телевизор. Потому что я уверена абсолютно, что такие семьи есть и их немало. Ну, видимо, женщина изначально с этим согласилась, а теперь ей будет трудно договариваться. Поэтому на каких условиях они согласились жить, да, проговаривали они эти правила или нет? Как вы считаете? Полностью согласна. То есть ее, значит, это устраивает изначально, да, то есть это в любом случае мы же все, то, что было в наших семьях, какую-то основу берем и унесем и свои семьи. И поэтому, возможно, это было в ее семье, когда она была маленькой девочкой, и у них было так заложено, и она сюда это принесла. Причем действительно мужчины готовят вкуснее, чем женщины. Не зря же повара в ресторанах, в дорогих ресторанах мужчин. Еще хочется поговорить немного уже более таких, наверное, может быть, не радикальных, но основательных формах борьбы за женские права о феминизме. И вот буквально недавно, лично на моей памяти, две таких громких, наверное, темы прозвучало. Это реклама, Рибок, наверное, все смотрели. Почему слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»? Он вызвал огромный просто резонанс, и эта реклама обсуждалась просто вот абсолютно везде. Как считаете, почему так происходит? Потому что зашло это, что какая-то вот такая тема очень больная для женщин, или, в принципе, это может быть какой-то был пиар-ход. Хотели запиариться, вот и все. Самая лучшая реклама, черная реклама, как говорится, сейчас это все обсуждают, будут обсуждать еще и через год, и полтора, и через месяц, и через два. Потому что, ну, потому что это очень смело. Это вызывает очень много эмоций. Люди читают и начинают, у них борьба внутренняя происходит, они говорят, да как это так? А реклама, рекламщикам это просто на руку. То есть такой пиар-ход. Все-таки, если говорить о игле мужского одобрения, сидим ли мы на ней, и, может быть, нужно на ней сидеть, или нет? Многие женщины сидят, я вам говорю, это как профессионалы, и они не могут без этого, они даже спрашивают, а как я выгляжу, а ты как считаешь, а могу ли я это? Или говорят, мой муж отпустил меня, там, на вечеринку с подружкой, у меня швопало полчаса, я уже не успеваю, я опаздываю. Есть кто-то, кто считает, что, в принципе, это нормально и так и должно быть? Тут все зависит от женщины, от того, какой ее взяли, какой муж ей попался, потому что изначально же отношения так и строятся. И все-таки я добавлю, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому, да, мы можем не готовить, но... Ну, выходной день так приготовить. Никто не отменял. 8 марта мы поздравляем вот абсолютно всех женщин, а 23 февраля возникает вопрос такой часто, да, кого поздравлять, там, кто как-то связан с защитой отечества, кто не связан. Вот именно 23 февраля, две недели назад, прошла акция в Москве, где феминистки вышли к зданию правительства, если я не ошибаюсь, с младенцами, якобы младенцами с мясом. На самом деле это оказались, да, куски сырого мяса, и у них были слоганы, плакаты, и их идея, позиция была в чем, что мы, женщины, рожаем не детей, там, для себя, в которых кладут, да, а мясо, которое, пушечное мясо, можно, наверное, так сказать, которое вы, государство, используете на своих интересах. Как к этому относитесь? Имеет ли место такое быть? И вот вы слышали что-то об этой акции, какие-то мысли, размышления у вас проявились? Я просто хочу сказать, что разум должен присутствовать всегда. Ну, всегда, если ты женщина, какой кусок мяса, завернутый в тряпку? Вы меня, конечно, простите, это унижение самой женщины, мне кажется. Может быть, это вот просто крик души? Ну, тогда по-другому нужно же, наверное, как-то кричать, более разумно, более... Нас не запрещают писать. Наталья, знаю, что по-вашему, вот сейчас я вам поняла, что вы слышали об этой акции, где-то видели, а что думаете по этому поводу? Ну, я опять-таки думаю, что это вот мы проговорили про пиар, что почему мясо надо, чтобы привлечь внимание и увидели все-таки, да? Нет, но если мы говорим про рекламу спортивной одежды, то там понятно, к чему мы привлекаем внимание, а здесь пиар чего? Вот именно этих дам или... Вы согласитесь, когда, вот если мы берем те компании, да, вот чеченские, которые были, когда ты всю жизнь там выращивал, ну, растил ребенка, да, то есть и потом ты его там в один миг теряешь, это, конечно, тяжело для женщины. И тут, конечно, и у меня есть страх, когда у меня там двое маленьких сыновей, и они отказываются от того, что они должны там за маминую юбку держаться, да, и это неправильно, и их там не нужна там армия или еще что-то. Здесь вопрос, что в любом случае должно быть так, что армия должна быть, ну, хорошей, где нет ледовщины, где там не сбивают, где их нормально кормят, где есть нормальное медицинское обслуживание, где не рушатся, там, эти потолки, как казармия, да, в Омске вырушилась. Здесь как раз речь, наверное, не о мясе, а о системе, которая попадает к церкви. Да, опять же мы возвращаем к системе, видите. Есть еще какие-то мысли? Все эти вопросы, они решаются не так, ни в интернете, ни акциями, а серьезной, кропотливой работой, в том числе предложениями. Вноси предложения, входи в фонд, в ассоциацию, да, Национальная родительская ассоциация, носи предложения законотворческие, конкретные, четкие. Конечно, можно это долго обсуждать, уходить в какие-то, в том числе, политические дебри, но пусть вы вырежете этот момент, да, но я скажу, что мы не должны это обсуждать вот так за чашкой. Например, такие темы. Почему? Потому что мы поддерживаем это. Я не слышала об этом. Я не слушаю такое. Я делаю то, что я могу сделать на своем уровне для своих детей, а значит, для детей, которые вокруг моих детей и так далее, и так далее. Если каждый будет это делать, то страна будет продвигаться. Будет, можно по-разному относиться к президенту, но будет то, что говорит президент, да, он объявил прорывное развитие для России. И если каждый будет вот не на мясе зацикливаться, а на том позитивном, что он может сделать, Аня на своем рабочем месте, сделая красивое, сильное, молодое тело нашим женщинам, да. Это Олеся, работая с душой этих людей. Наталья, работая с теми, ну, у кого не сложилось, но благодаря, возможно, ей сложится в будущем. Я работаю вот по Национальной родительской ассоциации с семьями, и наша миссия быть полезной каждой семье. Если говорить о выстраивании личного бренда, об успешности, то я как раз работаю на то, о чем мы здесь говорим, что женщина должна чувствовать себя успешной, она должна радовать, и дети должны ею гордиться, муж радоваться. Как бы позитивно и заряжать, да, почему нет, в этом в том числе и роль женщины. А вот о таких моментах, ну, вот, а-ля, да, на сегодняшний день не нужно говорить, потому что вот я об этом не читала, теперь мне нужно об этом прочитать. Я об этом почитаю, и пошла эта волна, то, чего и добивались вот этими. Ну, на самом деле, очень хорошие мысли, но мне все-таки показалось, что если мы говорим сегодня о женщинах, то стоит говорить не только о каких-то. Конечно, стоит говорить, но просто, возможно, разговор в другом ключе, с другими людьми, от которых, ну, вот, как-то это уже зависит. Очень интересная, приятная беседа у нас сложилась, но, к сожалению, эфирное время заканчивается, и поэтому я вынуждена просто с нами попрощаться. У нас в гостях была Анна Моджина, Олеся Чайка, Наталья Затомачева и Елена Липкин. Спасибо. Хочется еще раз поздравить всех наших телезрительниц с 8 марта и пожелать чувствовать себя успешными, как мы сегодня говорили, и, конечно, хорошего весеннего настроения. С вами была Наталья Богданова. Локацию для съемки пятничного выпуска новостей нам предоставила трапезная Есенька, которая находится на улице Есенина-2. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин